МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа 7 дней в студии Шатаминов. Я приветствую всех телезрителей канала Новый Век. Смотрите сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас нет обязательного изучения одмуртского языка. Понимание людей, что надо свой родной язык знать, изучать, как-то исчезло. Будет время, когда у нас и учителей одмуртского языка в принципе не будет. Национальные языки. О, сколько их упало в эту бездну! Я человек абсолютно новый в политической теме. Для меня это новый опыт. Я еще не знаю, кем там буду. Новый парламент. Смотрите, кто пришел, или давайте знакомиться. Ничего хорошего. Меда нет. Должен провести оповещение населения. 120 было их. Сейчас где-то 15 есть, не знаю. Неправильные пчелы. Кому жизнь медом не покажется, и почему от компенсации сладко будет не всем? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одного из лидеров национального движения Альберта Алексеевича Разина. 10 сентября он вышел к стенам парламента Удмуртии на одиночный пикет с плакатами. На одном плакате вопрос. Есть ли у меня Отечество? На другом отрывок стихотворения знаменитого аварского поэта Расула Гамзатова. И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Стихотворная метафора стала реальностью. Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин поджег себя у стен Удмуртского парламента. Мы не будем по этическим причинам показывать вам эти леденящие душу кадры безмолвно горящего живого человека. Потому что это, конечно, противоестественно самой природе человека. И прежде всего хотим высказать слова глубокого соболезнования родным и близким покойного. Благодаря коллегам из интернет-издания Удмурт.Инфо у нас есть возможность ознакомиться с предсмертным обращением к депутатам Госсовета Удмуртской Республики Альберта Алексеевича Радина. Вот лишь несколько его кричащих фраз. Удмуртский этнос исчезает на глазах. Конституция провозглашает равноправие народов Российской Федерации во всех сферах жизни. Коренные народы России, самоотверженным трудом создавшие развитую экономику, укрепившие мощь державы и проливавшие кровь, защищая Отечество, подтвердили свое равное право на обязательное изучение родного языка. Добровольное изучение родного языка приведет его к окончательной утрате, приведет к социальному регрессу, эрозию, упрощению и примитивизации социальных связей, уплощению культуры, то есть к деградации человека. Политика, направленная на насильственную русификацию, замешана на примитивной философии. Полуобразованные политики полагают, что в мононациональном государстве не будет проблем с национальным вопросом. Они не понимают, что многонациональность не беда России, а благо. Каждый этнос открывает одну из граней многосторонней истины. Вообще, надо признать, что знание многих языков способствует развитию личности. Знание языка коренных народов не мешает изучению русского языка. А наоборот, билингвисты и полиглоты русским языком владеют лучше. Следовательно, Россия духовно богатая страна. Этому надо радоваться. Гибель народа – это невосполнимая утрата для всего человечества. Это трагедия. Когда дело касается сохранения языка и культуры народа, не может быть прагматичного подхода. И в конце письма хрик души Альберта Разина. Прошу сделать все возможное, чтобы не исчез мой удмуртский народ с его самобытной культурой и великим языком. Я не буду комментировать предсмертное письмо удмуртского ученого. Можно не во всем с ним соглашаться, но в этом письме каждая строка написана кровью. Скажу только, Несколько лет назад Всемирная организация ЮНЕСКО внесла удмуртский язык в число исчезающих языков. По этому поводу наша программа делала сюжет еще в 2017 году. Давайте вспомним. Если бы вас привезли в Ижевск с закрытыми глазами и не сообщив вам, где вы сейчас находитесь, сняли повязку на центральных улицах города, вы бы ни за что не догадались и через несколько часов, что перед вами столица национальной республики. Еще бы. Ведь это общество, кажется, явно полагает, что компетентно выражать свои мысли оно способно лишь на русском языке. Что, кстати, в действительности вполне соответствует. За день нашего пребывания в Ижевске мы не встретили на улицах ни одного упоминания о том, что на свете существует и удмуртский язык. Ни в названиях магазинов, ни в названиях улиц даже, вообще нигде. Надпись на экзотическом удмуртском встретилась нам лишь однажды. Это надпись на кабинете заместителя министра национальной политики. В Удмуртии есть и такое министерство. И система национального образования вроде бы тоже в кругу их интересов. У нас нет обязательного изучения удмуртского языка во всех школах. Но услуга такая предоставляется, как я уже сказал, 316 школ. И скольки? Здесь вот сложно сказать. Боюсь, что... Мы все же не в Министерстве образования. И замминистра национальной политики мог и подзабыть точное число школ в республике. Их 613. 613 школ. В трехстах 16 из них изучают удмуртский. Как мы только что слышали. Но вы видите сейчас другую цифру. Она поменьше. На самом деле таких школ 214. В этих школах есть предмет удмуртский язык. Хотя бы 2-3 часа в неделю. В остальных 100 школах просто кружки. Кстати, едва ли не подпольные. То есть удмуртский язык есть лишь в каждой третьей школе Удмуртии. Видимо, такова национальная политика. Изучение языка во всех школах это ведь не является самоцелью и не является панацеей в деле сохранения языка. Это нужно четко понимать. То, что преподавание удмуртского в Удмуртии никакая не панацея и не самоцель хорошо видно в небольшом городке Можга на 50 тысяч населения. Здесь каждая восьмая школа имеет такой предмет. А проще говоря, из восьми существующих школ удмуртский можно услышать только вот в этом. Мы, кстати, и услышали его тут впервые. Речь удмуртская даже в нашей республике не так много ее слышно, как бы хотелось. Может, и доживем до такого момента, когда удмуртский язык будет востребованным. Не хочется опускать руки. Хочется надеждой жить. Это большой вопрос сегодня в Удмуртии. Кто кого переживет? Нынешнее поколение удмуртский язык или все же язык переживет поколение? Родители, может быть, не желают. Да, желают, увы, не все. Но спрос всегда есть. Вы удмуртский язык изучаете в школе? Нет. Не изучаете ведь удмуртский язык? Нет, не изучаю. А ты знаешь удмуртский? Как будет здравствуйте? Не знаешь? Чичбурэй, значит. А как дела? Да, многие родители хотели бы... Вот, разговаривая с родителями, да, многие желают, чтобы их дети изучали удмуртский язык. Ну, это же надо нам для того, чтобы мы знали свою историю, не только вот, чтобы они умели разговаривать, но чтобы они знали и историю, и традиции, и обычаи своего народа. Есть такие родители активные, инициативные, которые хотели бы продолжить обучение, но нет у нас пока такой возможности. Необходимо, необходимо возродить так, иначе он просто вымрет. Даже если сегодня же власти Удмуртской республики решат, что между умиранием языка и его отсутствием в школьных программах есть некая связь, и необходима срочная реанимация всей системы национального образования, то никакой уже разряд не способен будет разом эту систему запустить. В городе Можга, в одном классе местного педагогического колледжа, сидят вот эти несколько девушек. Это все, что достанется всем удмуртским школам в ближайшие годы. Это будущие учителя удмуртского языка для начальных классов. Редкий вид, он встречается только в этом городе. И все реже. Учителя удмуртского языка не готовит сейчас никто. Никто не готовит, да. Только вы? Только мы. Во все республики? Во все республики. А что, этого количества учеников хватает на все республики? А думаете, много сейчас республики осталось? Здесь школы, начальные классы изучают удмуртский язык. Их же мало осталось. Понимание людей, что надо свой родной язык знать, изучать, как-то исчезло. В системе высшего национального образования все та же чехарда. Для удмуртского университета язык тоже не панацея и тоже не самоцель. В 90-е годы даже только на базе нашего института готовилось примерно 100 студентов. Сегодня наш набор – это предел 25-30 человек. Будет время, когда у нас и учителей удмуртского языка в принципе не будет. Удмуртский язык в Удмуртии как был, так и останется, теперь уж, наверное, навеки вечным. Добровольным языком для изучения. Очень серьезная угроза. Ну, статистика ведь показывает. Сейчас даже перепись провести, если там будет указана национальность. Думаете, сколько человек укажет свою национальность, как Удмурта? Ну, сейчас 28, сколько? Да. Да, будет меньше. Вот будет перепись в 2018 году, как говорят, да. Вообще удивляет, почему мы придем. Михаил Любимов и Андрей Мохов. Семь дней. Удмуртская республика. Заслуженный деятель науки Удмуртии, кандидат философских наук Альберт Алексеевич Разин в последние минуты жизни шептал стихи великого поэта Расула Гамзатова. «Если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть». Народный поэт Татарстана Роберт Меннулин написал стих творение в память Удмуртского ученого Альберта Разина. Там есть такие строки. «Ник улерге тейш бізнің тілер, ник бітерге тейш әлі біз. Яшау билен улім орасында бізнің тілер, бізнің хәлі біз. Удмурт яна, удмурт тіле яна, Татарға да тия, ялқыны. Бу ялқын бид Расиедегі уліп борған тілер солқыны». Так мог написать только истинно народный поэт. Его слова заставляют плакать наши души. Национальный вопрос многонациональной стране очень тонкой материи. И здесь, конечно, нужна взвешенная и продуманная политика. Но у нас в стране есть депутаты-провокаторы, которые из года в год позволяют себе грубые, безответственные высказывания в адрес национальных республик. Говорите Казань деньгами, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляйтесь, что в русских областях меньше рожают, да? Это чудовищно. Дайте русским столько же, сколько другим. Мы не говорим дать больше. Вы же русский парламент, русские депутаты. И принимая бюджет, вы раздаете всем национальным регионам больше. Налогов меньше. Живи Казань, расцветай. Стройте мечети до небес, так сказать. Средневековая мрак, мракобесия. На выпад Жириновского ответили в Казанском кремле, назвав его слова антиконституционными. Это, конечно, еще очень мягко сказано. Слова Жириновского разжигают межнациональную родину, подрывают основы федеративного государства. В любой другой многонациональной стране такого политика лишили бы неприкосновенности и с позором изгнали из парламента за нарушение конституции. Кстати, это не первая провокация Жириновского в адрес Татарстана. Вот, например, год 2015. Все деньги, которые получила Татария за 25 лет, и все налоги, которые она недоплатила в федеральный бюджет, давайте дадим в Смоленскую область, там будет 100% за Островского. Да давайте дадим в Самару, в Саратов. Давайте всем русским регионам дадим 100%, сколько получила Казань. Стадионы, дороги, деньги, налоги, отмена. Распухла Казань, все ей дали. Она живет на свадьбе, так сказать. А русские регионы рядом подыхают с голоду, так сказать. Жириновский своими безответственными заявлениями пытается разжечь примитивный махровый национализм в людях. В проблемах русских регионов, которые, по его словам, подыхают от голода, виноваты национальные республики. Вот где корень проблемы. И главное, я не могу понять, что это за термин «русские регионы». И в Татарстане, и в любом другом субъекте федерации живут представители сотен национальностей. Нельзя, ну никак нельзя нашей стране допускать такие высказывания. Кстати, это все не ново. Черносотенцы, как вы помните, во всех проблемах России винили евреев и иноверцев, оправдывая свои гнусные погромы. Бацилла великодержавного шовинизма оказалась живучей в нашей стране, несмотря на семь десятилетий советского интернационализма. Отсутствие внятной национальной политики, основанной прежде всего на равноправии и взаимоуважении народов, делают возможным существование Жириновского и их же с ним. А теперь давайте в очередной раз обратимся к цифрам. В прошлом году Татарстан перечислил бюджет России порядка 800 миллиардов рублей. Это 75% от всех собранных в республике налогов. Об этом говорил министр финансов республики Радик Гезатуль, выступая в декабре 2018 года в госсовете. И эта пропорция из года в год меняется в связи с изменением законодательства. Причем всегда не в пользу Татарстана. Было соотношение 70 на 30, теперь примерно 75 на 25. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, от которых Казань и Татарстан пухнут, по словам лидера ЛДПР, составили только 41 миллиард рублей. Это национальные проекты и разные госпрограммы. Отметим еще один факт. Регион-донор Татарстан не имеет субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности, которыми успешно пользуется большинство регионов страны. И еще аналитическая служба интернет-газеты «Реальное время» подсчитала, что всю сумму налогов, которые федеральный центр получил в прошлом году от Татарстана, можно было бы в 2019 году распределить почти одинаково между 28 субъектами России, включая таких пожирателей дотаций, как Камчатка, Крым, Алтайский и Ставропольский края. В общем, Татарстан в одиночку мог бы прокормить треть регионов России. Впрочем, думаю, что хороший ответ на недопустимые высказывания Жириновского дают сами жители Татарстана. На выборах в Госсовет Республики народную поддержку либералы так и не получили. Да и не получали. Может, именно в этом кроется причина столь резких выпадов лидера ЛДПР. Единственное, глядя на этот график, я не могу понять, как почти 4% избирателей Татарстана все же проголосовали за партию Жириновского, несмотря на его желание сделать нашу с вами жизнь хуже. Разумного объяснения я, честно говоря, найти не смогу. Выборы в Государственный совет Татарстана прошли успешно. Самое главное, что они прошли в относительно спокойной политической обстановке. По большей части. Что, конечно, не исключает традиционных громких заявлений от оппозиционных партий. Давайте начнем с официальных данных. Явка в единый день голосования в республике составила 70,1% от общего числа избирателей. Теперь, как распределились голоса избирателей? Большинство у «Единой России» 72,43% голосов. Также по партийным спискам в госсовет попадает КПРФ, получившие 10,74%. Отметим сразу, что коммунисты получили почти в два раза больше голосов, чем на прошлых парламентских выборах. Далее партии, которые не смогли пробиться в госсовет по партийным спискам. «Справедливая Россия» 3,96%, «ЛДПР» 3,79%, «Коммунисты России» 3,65%, «Партия пенсионеров за социальную справедливость» 2,47% и замыкает список «Партия Роста» 1,82% голосов. Однако парадокс ситуации в том, что, несмотря на парламентское большинство единороссов, в этом госсовете будут представлены почти все партии. Среди победителей в одномандатных округах есть по одному представителю от «Справедливой России», «ЛДПР» и даже «Партии Роста». Знакомьтесь, это Олег Коробченко, лидер татарстанского отделения «Партии Роста», который провел блестящую выборную кампанию и заслуженно стал депутатом. Кого еще из новых лиц мы увидим в составе парламента 6-го созыва? Интересных личностей очень много. К примеру, в этом госсовете будет работать хорошо знакомый зрителям нашей программы бизнесмен и коммунист Николай Атласов, который у себя в Набережных Челнах активно занимается вопросами переработки бытового мусора. Без сомнений усилит госсовет и такие авторитетные люди, как министры земельных отношений Азат Хамаев и сельского хозяйства Марат Ахметов. К ним присоединились руководитель агентства Татмедия Айрат Зарипов, а также главы Зеленодольского, Елабужского и Спасского районов Александр Тыгин, Геннадий Емельянов и Камиль Нугаев. Из новых лиц руководитель гоночной команды КамАЗ Мастер Владимир Чагин, а также основатель сети полилингвальных детских центров Бала-Сити, прошлым наша коллега по телевизионному цеху Альбина Насырова. Из генералов бизнеса хочется отметить Руслана Гиззатулина, заместителя генерального директора группы компаний ТАИФ. Тимур Бекмурзин встретился с новыми лицами Татарстанского парламента. Я человек абсолютно новый в политической теме, да? Для меня это новый опыт. Я еще не знаю, кем там буду, да? Я хоть первый раз участвовал, но более-менее я... Знакомьтесь, Альбина Насырова, Владимир Чагин, Марат Ахметов, Владимир Вавилов. Новые лица Татарстанского парламента. Правда, почему-то так и тянет воскликнуть. Ба, знакомые все лица. Потому как для нашей программы все эти люди практически добрые друзья. Как, например, Владимир Вавилов, известный общественный деятель, основатель Казанского хосписа и председатель благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией имени Анжелы Вавиловой. Спешит поделиться с нами доброй, приятной вестью. Ребята, я договор на землю получил. Понимаете, это прелесть. Сейчас чисто бумажный волокит, но это уже все. Земля за нами. Это будет новый хоспис. Теперь с обретением статуса депутата появится возможность решать многие вопросы того же Казанского хосписа на другом уровне. Владимир Вавилов делится планами. Уже готовит ряд законодательных инициатив. В парламенте собирается работать в Комитете по социальной политике. Заниматься тем, что ему хорошо знакомо. Молодежь, спорт, развитие производства, соответственно, потому что что такое производство, промышленность? Это кадры, в первую очередь, люди. Владимир Чагин готовится к работе в парламенте с воодушевлением. Говорит, буду заниматься тем, чем и всегда – продвигать родную республику Челны и КамАЗ. Один из ярких, как сейчас модно говорить, фронтменов Единой России, легендарный гонщик, пока еще не ассоциируется в сознании людей с чиновничьим аппаратом. Для партии власти это была находка. Ведь выборную кампанию ей пришлось проводить в непростых условиях. В период, когда люди критиковали Единую Россию за непопулярные решения федерального правительства. О чем вспомнил и председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин, выступая в эту субботу на итоговой конференции партии парламентского большинства в республике. Все практически боролись с представителями правящими, или, как мы говорим, партии парламентского большинства Единой России. Все другие были. В основном стрелы были направлены против нас. И это естественно. И руководство Татарстана, и место Единой России сходили из того, что главным противником, оппонентом власти являются не конкурирующие партии кандидаты, а антирейтинг самой власти и самой партии. И работа по профилактике антирейтинга, я так понимаю, была одним из ключевых направлений избирательной кампании. И это позволило не дать концентрированного выплеска агрессии в отношении Единой России. Опять же, контраст с рядом других регионов, прежде всего, с Москвой, здесь достаточно очевиден. При таком раскладе результат Единой России на выборах в Госсовет, получивший конституционное большинство, больше 72% голосов по партийным спискам, можно считать победой убедительной. Тем более, с учетом того, что кандидаты от Единой России и поддержанные партии и самовыдвиженцы победили в 47 из 50 одномандатных округах. Коммунисты-одномандатники, можно сказать, провалились в Татарстане, зато сама фракция КПРФ увеличила свое представительство вдвое. Надо сказать, что да, в Татарстане, конечно, коммунистов стало в два раза больше в парламенте, если говорить в цифрах, да, но это три человека и стало шесть. То есть, на самом деле, представительство не принципиально увеличилось, да, но оно увеличилось, да, это совершенно нормальные такие тенденции, которые по всей стране идут. Это шаг к тому, что Государственный совет будет восприниматься как такой более представительный, более легитимный орган. Фракция КПРФ в Госсовете Татарстана прибавила не только в количестве депутатов, мы увидим, я надеюсь, и новые качества работы коммунистов. Ведь теперь Хафизу Мергалимову и компании присоединится новое лицо. Николай Атласов, предприниматель, общественник, хорошо знакомый зрителям нашей программы, как постоянный эксперт в области переработки отходов. Буду работать в комитете по экологии. То есть, все делать для того, чтобы наш Татарстан, один, скажу так, один из самых чистых регионов, стал еще лучше, краше. Предпринимателю-коммунисту Николаю Атласову будет с кем составить компанию, помимо коллег по фракции, ведь вместе с ним в парламенте будет заседать еще один челнинец, также бизнесмен Олег Коробченко, лидер татарстанской партии «Роста». Грамотный производственник, настоящий лидер и, к тому же, самокритичный человек. Все прошло на высшем уровне, но оценку бы я поставил, конечно, четыре, для того, чтобы было над чем работать, к чему стремиться. Не уйдет с повестки дня Госсовета татарстана и тема образования, а также актуальная тема преподавания и изучения государственных языков. В прошлые созывы парламента эти вопросы регулярно поднимал на сессиях депутат Разиль Валеев. В этом составе парламента мы увидим новые прекрасные лица татарстанской интеллигенции. Тема татарского языка, она мне очень близка. Я выпускница татарской гимназии. Я, когда работала на телевидении, на татарском языке вела программу пять лет. В ожидании третьего ребенка многие спрашивают, а как же так, как же у вас получится, это же женщина, там в первую очередь мама, жена. Но я считаю искренне, что появление ребенка для любой женщины, это только придает сил на новые проекты, на вдохновение на новые темы. Даже если Альбина Насырова по объективным причинам не сможет лично выступать на сессиях, языковую и образовательную тему всегда будет кому подхватить. Никто ведь не хочет сейчас слушать, например, музыку моно, правда? Мы все привыкли к серию звуку. И Российская Федерация, она сильна всегда в том, что своей яркой палитрой. Как только палитрой не будет этой яркой, ничего интересного не будет. Поэтому думаю, что впереди очень интересные, сложные годы. По составу Госсовета Татарстана обновится больше, чем наполовину и станет, по словам экспертов-политологов, еще более сбалансированным. Будут в этом парламенте свои представители и у крупного бизнеса, что вполне естественно. Победителем по одномандатному округу в Нижнекамске стал заместитель генерального директора группы компаний ТАИФ Руслан Гизатулин. Те проблемы, которые у нас накопились, это в теплоснабжении, вообще в жилищно-коммунальном хозяйстве. А их на самом деле достаточно много. И в части доступности энергоресурсов, тарифов для населения, так и в части именно качества теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализования. Вот эти, конечно, вопросы есть, их надо решать. В составе нового госсовета Татарстана много авторитетных руководителей и пока еще действующих глав районов и министров. Марат Ахметов сменит кресло министра сельского хозяйства на новое в парламенте. Только какое, пока интрига сохраняется. Я еще не знаю, кем там буду, да, и в каком комитете, чем будем заниматься. Но просто, поскольку мне сельские проблемы очень близки, возможно, больше я буду заниматься именно над решением, если законодательно что-то нужно делать, законодательно инициировать. Именно те проекты, которые очень нужны, востребованы для сохранения села. Неясно также, кто сменит самого Марата Готовича в министерской должности. Хочу видеть ее лучше, чем я. Значительно лучше, чем я. Есть у нас такие кадры? Безусловно, республика богатая, кадров достаточно. А вот лучшей кандидатуры на пост руководителя татарстанского парламента, чем Фарид Мухаммедшин, у «Единой России» не нашлось. В качестве альтернативы на конференции предложили главу Спасского района Камиля Нугаева. По результатам тайного голосования на должность председателя госсовета Татарстана от партии «Единая Россия» был выдвинут Фарид Мухаммедшин. Это решение зал встретил овацией. Тимур Бекмурзин, Деляра Юсупова, Андрей Ключников, Роман Безменов и Андрей Мохов. Семь дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Ничего хорошего. Меда нет. Должен провести оповещение населения. 120 было их. Сейчас где-то 15 есть, не знаю. Неправильные пчелы. Кому жизнь медом не покажется и почему от компенсации сладко будет не всем. 10 сентября премьер-министр Татарстана Алексей Писошин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Латвийской Республики в России Марисом Рейкстиньша. Встреча прошла в рамках визиты латвийской делегации в Казань для участия в деловом форуме «Татарстан-Латвия». В среду Алексей Писошин провел рабочую встречу с президентом ФИСУ Олегом Матыцыным, в рамках которой стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов Татарстана и Международной Федерации студенческого спорта на ближайшие 4 года. В этот же день в Доме правительства состояла встреча Алексея Писошина с главнокомандующим военно-морским флотом Николаем Евменовым, прибывшим в Татарстан для участия в церемонии закладки корпуса малого ракетного корабля проекта «Тайфун» на Зеленодольском заводе имени Горького. В субботу в преддверии Дня работников лесного хозяйства Алексей Писошин лесничим и директорам лесхоза Татарстана вручил ключи от лесопатрули, лесопожарной и лесозаготовительной техники. 72 машины были закуплены в рамках национального проекта «Экология» и за счет средств республиканского бюджета. 10 сентября председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаммедшин принял участие в торжественном заседании научной общественности республики, посвященном 80-летию создания института языка, литературы и искусства имени Ибрагимова. Во время своего выступления спикер татарстанского парламента отметил, что институт является прямым наследником и продолжателем традиции гуманитарной науки по исследованию истории, просвещения и культуры татарского народа. Мы продолжаем программу «Семь дней». В деле массовой гибели пчел на этой неделе появились важные детали, которые, впрочем, не ставят точку, а наоборот, вызывают еще большее количество вопросов. Напомним, в конце июня, начале июля в республике по подсчетам Министерства сельского хозяйства и продовольствия в восьми районах погибло 4700 пчелосемей. Больше половины в Мамадышском районе, который считается заказником среднерусской пчелы, брендом, золотым фондом пчелиного поголовья Татарстана. Свои потери пчеловоды оценили от 700 тысяч рублей до миллиона рублей, не считая упущенную выгоду от продажи меда. Программа «Семь дней» получила на руки рабочую справку, которая ляжет в основу постановления правительства Татарстана. И вот что из нее следует. Предварительная сумма компенсации, которую получат татарстанские пчеловоды, составит 6 миллионов 72 тысячи рублей. Однако не всем пострадавшим возместят ущерб. Компенсация от государства будет выплачена в среднем только за каждую пятую погибшую пчелиную семью. Если же говорить о мамадышских пчеловодах, то тут компенсация будет только за каждую десятую семью. А некоторые пчеловоды не получат ничего. Непонятно, почему финансовую поддержку пострадавшим будет оказывать только государство. Хотя сами пчеловоды во всех своих бедах винят фермеров и крупные сельхозпредприятия, которые обрабатывали поля рапса с нарушением технологий, используя тяжелые ядовитые препараты. Опасный для пчел, не предупреждая заранее о своих планах. Как подтверждение, результаты лабораторных исследований, что были получены на днях, из которых следует, что насекомые были отравлены пестицидами первого класса опасности, использование которых, как оказалось, сегодня контролировать некому. Елена Горбунчикова продолжит. Алексей Андреев, пчеловод из села Утяжкино Заинского района, своего сладкого бизнеса лишился после того, как местный фермер Рафис Фардеев обработал пестицидами соседнее поле рапса. К Заинскому пчеловоду наша съемочная группа приезжала в начале июля, и тогда еще были надежды, что из 37 пчелиных семей хотя бы несколько да уцелеет. Но спустя два месяца стало понятно, после отравления пчелы слабые, меда нет, зиму никто не переживет. Вот заявление в полицию. Таких, как Андреев, Путяжкино, шесть пчеловодов. Они посчитали общий ущерб, более одного миллиона рублей, и написали заявление в полицию. Но уголовного дела не будет, ответили нам в МВД Татарстана. Не будет и прокурорской проверки. Жалобами пчеловодов, а таких оказалось 14 из 8 районов Татарстана, занимался Роспотребнадзор. И во всех 14 случаях специалисты усмотрели нарушение закона. Перед использованием пестицидов любой хозяйствующий субъект за три дня календарного должен провести оповещение населения через средства массовой информации, газеты, телевидение, или же разместить, или дополнительно разместить объявление. Это может быть клуб, это может быть магазин, это может быть администрация. Массовое отравление пчел, согласно российскому законодательству, подпадает только под статью 6.3 административного кодекса. Максимальное наказание для юрлица – штраф до 20 тысяч рублей. Это цена одной тонны рапса, которую фермер или агрохолдинг соберет с половины гектара земли. Какое наказание понесет Рафис Фардиев, Заинский городской суд решит 16 сентября. В суде фермер намерен заявить о том, что при обработке рапса использовал неопасный для пчел препарат Биская. Есть и договор покупки, и результат проверки Роспотребнадзора. Однако вот результаты анализов, которые получили заинские пчеловоды, говорят о другом. О том, что фермер применял лямбда цигалатрин – сильнейший яд для пчел. Его аналоги в Европе уже запрещены. Откуда такое документальное расхождение в столь опасных препаратах? И почему же у аграриев такая свобода выбора? Ответ уже известен. С 2011 года в России нет ведомства, которое бы контролировало использование пестицидов. Ранее этим занимался Россельхознадзор. Теперь полная свобода. Есть только перечень разрешенных в России препаратов. Из него аграрии и выбирают необходимый, как правило, дешевый. Одной из причин массовой гибели пчел называют безответственность самих пчеловодов. Свои пасеки по привычке они ставят около дома или недалеко от рапсовых полей. Некоторые из них не имеют документов на пчел. Неправильные пчелы не учтены государством, а значит их в природе просто нет. Когда рядом с домом обслуживать легко. Рамиль Усманов из деревни Ахманово Мамадышевского района пчеловод в третьем поколении. Последние 20 лет свою пасеку держит в лесу. На пчел есть все документы. Ну так, там меда больше будет, ищище. И по салитарным требованиям, чтобы надо подальше от населенных пунктов. Чтобы добраться до пасеки, по полям и лесам нужно преодолеть 2 километра. За четверть века Рамиль свое пчелиное хозяйство из 50 ульев довел до 120. Сейчас на пасеке гробовая тишина. 120 было их. Сейчас где-то 15 есть, не знаю, полудохлых пчел, ульев. Пасека Рамиля по всем правилам установлена в лесу, но пчелы все равно летают на соседние рапсовые поля. Рамиль признается, что прошлым летом его пчел уже травили, но тогда он сумел сохранить пасеку. В этом году поля рапса обрабатывали дважды. Шансов спасти пчел не было никаких. Ну попробуй поговорить. Они не понимают человеческое язык. Это больно. Мне сейчас так больно. Сколько трудов. Александр Семенов из деревни Комаровка Мамадышского района тоже потомственный пчеловод. В июле потерял 115 пчелиных семей. Таких, как Семенов, в Мамадышском районе набралось 86 пчеловодов. Их общие потери – 2500 пчелосемей. Это больше половины всех потерь в Татарстане. В своих бедах мамадышские и елабужские пчеловоды обвинили агрохолдинг в продовольственной программе. Предприятие заверяло, что работы проводились по правилам, но суд решил иначе. Крупнейший сельхозинвестор района был оштрафован на 10 тысяч рублей. Минимальное наказание по статье. Потери пчеловодов теперь будет компенсировать государство. Для того, чтобы получить возмещение ущерба, пчеловодам нужно было сдать мертвых пчел и растения с полей в официальную лабораторию. Стоимость анализа в 22 600 рублей. Такая сумма не всем оказалась по карману. Почему-то не все знали, как правильно сдавать анализы. В итоге компенсацию теперь получат не все. Ну, конечно, вот жаль. Первоначально было там 5 тысяч. Сейчас тысячи осталось, которые представили необходимые документы. Мне кажется, вот этот шум такой, когда поднимали все люди, она не подтвердится документально. Нет, у меня не брали. Причем мы же сами не имеем права, чтобы это на анализы. Там же обещатываются они все. Там же специалисты должны брать. В Исокогорском районе получат компенсацию 100% пчеловодов. Факт отравления подтвердился у всех. В Менделинском погибли почти 1400 пчелосемей. Ущерб возместят только за 45. В Мадышском районе компенсацию получат только трое. Хотя, по информации пчеловодов, пострадавших 86 человек. Вот эти вот три человека, которые, ну, основном был очень большой падеж, вот их отправили. Остальные, говорят, мы многих не знаем. Я говорю, не знаем, короче говоря. Есть там, говорят, два-три улета у кого-то. Вот они говорят, что умерли. В списке на получение компенсации, которую нам предоставило Управление по аквакультуре и пчеловодству, значится трое мамадышцев. Один из них – Гемазов НГ, получит самую большую сумму в республике – 1 миллион 200 тысяч рублей. В интернете мы нашли такую информацию. В Мадыше есть Гемазов Нурла Гельмулинович. Он – отец главного специалиста района по пчеловодству. Совпадение или случайность выяснить не удалось. Тем временем оставшиеся без компенсации пчеловоды сейчас пытаются продать тот мед, что успели собрать до гибели пчел. Но на рынках на них смотрят, как на прокаженных. Говорят, что мед отравленный. Мед нынешней откачки мы уже направляли подведомственные федеральные государственные бюджетные учреждения города Москвы. И на сегодняшний день положительных у нас результатов протоколов лабораторных исследований отсутствует. Пчеловодам Нине и Евгению Казанским из Аинского района фермер Фардеев деньги отдал в тот же день, когда у них погибла вся пасека. За сотню пчелосемей – 450 тысяч рублей. Так что и претензий никаких. Нам даже его, честно, женщинам жалко было. Мы казались, что он ошибся. Он ошибся. И мы пострадали. Ну, бывает же такой случай. Соседнему Тяжкина 200 тысяч от государства получит и Алексей Андреев. Деньги он хочет поделить между односельчанами. А потом идти в суд. То, что мы потеряли пчелы, мы их восстановим. А кто нам компенсирует неполученный мед? Вот я в этом году, как я уже говорил, я сейчас стал самозанятым. Хотел на это дело строить дом, ремонтировать. Он сейчас сарайку стал там делать, допустим. А на что я сейчас буду жить, семью кормить? По мнению Алексея Зиганшина, пчелы бы не погибли, если бы агрономы не работали по старинке, а использовали современные, но более эффективные и безопасные ядохимикаты. А государство финансово поощряло их за грамотную агрономию. Такие яды дороже в 2-3 раза. Вот растеневоды и выбирают, что подешевле. В последние год-два на рынке появились действующие вещества, например, это теоклаприд или пиметразин, которые являются высокоэффективными против ВБО и возможно применять в том числе даже в цветение, потому что они являются малоопасными для пчел. К сожалению, в этом году на рынке наблюдался дефицит этих действующих веществ, потому что они новые, их еще просто достаточно, видимо, не было заказано. Я надеюсь, что в следующем году это будет учтено. Ситуацию с массовой гибелью пчел в России можно описать известной фразой Владимира Ленина «Верхи не могут, низа не хотят». То есть при отсутствии должного контроля со стороны федеральных надзорных органов низы, то есть аграрии, вольны поступать так, как считают нужным, потому как штрафы минимальные, а вот доходы от производства рапса максимальные. Но ведь гибель пчел в итоге поставит крест и на производстве все того же рапса. И в этой ситуации выход только один – договариваться. Договариваться придется, ни один аграрий не откажется от выращивания рапса, высоко маржинальной культуры. Минсельхозит от Тарстана планирует ужесточить контроль за работой растеневодов. Но пока этого не произошло, заинский пчеловод Евгений Казанский модернизирует свои ульи, сверлит отверстия для вентиляции, чтобы следующим летом, когда поля вновь начнут поливать ядами, он смог спрятать в домиках своих пчел, чтобы они не задохнулись от жары. Елена Горбунчикова, Роман Безменов и Андрей Ключников «Семь дней». Россия – не первая страна в мире, где массово вымирает пчелы. США, например, уже с начала 2000-х годов пожинают плоды агрессивного земледелия. Чтобы повысить урожайность посевов, там фермеры активно применяли токсичную химию. Это убивало пчел миллионами семей. Популяция медоносной пчелы там сократилась минимум в два раза. И, разумеется, это точно же ударило бумерангом по урожайности. То есть сельскохозяйственные культуры, которые опыляются насекомыми, остались без завязей. Потери около третьей урожая яблок и миндаля. В Евросоюзе из-за массовой гибели медоносов под запретом три пестицида, убивающих пчел. Может, и России стоит вернуться к госконтролю в этой области. Ведь ежегодно в стране применяется до 65 тысяч тонн пестицидов и 2,5 миллиона тонн агрохимикатов. Продолжаем программу. Второй год подряд Татарстан в топе лидеров среди регионов Приволжского федерального округа под темпом цифровизации. Республика занимает первое место в ПФО и второе в России, уступая только Москве. Цифровые технологии одним из первых пришли на службу и в сферу безопасности дорожного движения. И вот на этой неделе на четырех участках татарстанских трасс начала работу еще одна автоматизированная система. Комплекс умных датчиков сам определит вес грузовых автомобилей и их нагрузку на дорожное полотно. Если коротко, ваш грузовик теперь могут взвесить в движении, что называется, на ходу. И при этом дальнобойщики даже не заметят, что их работу оценит точная электроника. Ключевая задача автоматизированной системы – сохранение дорожного полотна и снижение аварийности на дорогах. О работе умных весов и взвешенном решении наши корреспонденты. Большие грузы ограничили рамками. Теперь границы дозвольного для них выглядят вот так. Уже сегодня конструкция фиксирует даже самый незначительный перегруз. До этой недели система работала в тестовом режиме. Со стороны может показаться, что пост весового контроля не работает. Мимо него по трассе не останавливаясь проносятся грузовики. На самом деле, каждый из них уже измерили и взвесили с помощью специальных датчиков, монтированных по асфальту. Непосредственно перед взъездом в зону взвешивания устанавливаются индуктивные петли, которые позволяют зафиксировать транспортное средство и отправить информацию непосредственно в вычислительный блок, для того, чтобы все результаты взвешивания, которые происходят в данную секунду, фиксировались для конкретного автомобиля. Проверяются сразу по нескольким параметрам не только грузовые, но и легковые. На мониторе видно, грузовик идет с превышением максимально разрешенной массы. И тут же сама программа проверяет, получал ли владелец авто документ на провоз тяжеловесных грузов. Если нет, придется заплатить штраф до 500 тысяч рублей. Умная электроника снизит и коррупционные риски. С этой рамкой не договоришься. Поэтому есть отличие. Я думаю, в последнее время система контроля, договорные вещи и так далее, они уже как бы... силовые органы работают в этом направлении, здесь секрета нет. Значит, и наших сотрудников привлекают к уголовной ответственности. И здесь такая профилактическая работа велась. Я в жизни вообще-то всегда сторонник был автоматист фиксации нарушений. И, конечно, это хорошая вещь. Человеческий фактор должен быть минимизирован. Показания датчиков фиксируются круглые сутки, а информация по каждому проезжающему автомобилю попадает в базу данных ГИБДД. В присутствии человека нет необходимости. Система работает автономно. Там, где работает программа, закон не обойти и не объехать. Грузоперевозчик подъезжает, закрывает номер, потом проезжает, хотя не работает. Это первая форма, а вторая форма, к сожалению, их объезжает. Понятно, что зимой невозможно объехать, грязь, а вот поле даже, вот сейчас сухое время, даже наш пункт весового контроля не работает, их уже объезжает. Это не наш опыт только, это опыт и других регионов. Но в связи с этим, вот наши передвижные пункты весового контроля, конечно, необходимы. Спустя 20 минут после того, как выявили перегруз, в управлении ГИБДД уже распечатывают уведомления о штрафе. Владельцу машины его отправят заказным письмом. Впрочем, узнать о ходе дела и результате проверки можно самостоятельно. Теперь все данные будут храниться в личном кабинете автовладельца. Забивается номер транспортного средства и просто ищется. И здесь выйдут все нарушения автомобиля за последние полгода. Возможно, этот период мы со временем не будем сокращать, но пока, вот, так скажем, за полгода информация выводится. За дополнительный груз нужно заплатить дополнительно. Эти деньги идут в Федеральный дорожный фонд. На них и должны ремонтировать разбитые грузовиками трассы. Случай в Приморье в прошлом году. Мост обрушился под тяжестью большегруза. Привлечь к ответственности до сих пор удавалось только малую часть недобросовестных перевозчиков – около 3%. Каждую машину для этого приходилось останавливать и взвешивать. Пока по этому принципу работают другие пункты контроля. Рим Хасанов своего дополнительного контрольного взвешивания ждет уже 3 часа. У нас на заводе, в принципе, свершивают все нормально. Они контролируют же. Там заводская накладная. Они где-то с поля, с колодца грузились, с завода грузились. А вот другой перевозчик с той же проблемой. Фуру из Самары остановились за перегруз. Николай Петров уверяет – сверх положенного нет и быть не может. Водитель уверен – все будет проще, если проверка исключит человеческий фактор. Лучше, конечно, автоматически. Пускай разбирается там завод, хозяева, владельцы. А тут вот водители сейчас хотят машину закрыть, водители домой пешком. Там никаких вот сейчас на стоянку, штрафстоянку загонят – все, иди домой. А как идти? На чем идти? Куда идти? Автономное взвешивание новинкой для рынка не является. Порядка трех лет система отрабатывается в пилотном режиме в разных регионах. За это время на федеральных трассах установили 27 таких пунктов. 16 регионов также встали на автоматические весы. Еще порядка 30 планируют их строительство. Якутия в их числе. Для республики Саха – это первый опыт, за которым они и приехали в Татарстан. У меня впечатление, конечно, очень хорошее. Республика проделила огромную работу. И нам, конечно, наверное, немножко легче будет, чем нашим коллегам из Татарстана, потому что мы в очи увидели, как все это делается. Что касается самого комплекса, как он устанавливается. И то, что касается и дорожного полотна. В конце прошлого года завершилось создание четырех пунктов на дорогах между набережными Челнами, Заянском, Альметьевском, Чистополем и Нурлатом. В этом году автоматические весы появятся еще на четырех трассах. Для Ройсупова Андрей Мохов. Семь дней. Сейчас настало время победителей. Не предвыборной гонки, а профессиональной. Сегодня мы познакомимся с призерами чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills из Татарстана. Эмилем Мефтаховым и Оскаром Арслановым, которые надолго запомнились зрителям церемонии закрытия соревнований. Они были очень расстроены бронзовой победой. Они же сделали традиционную фотосессию победителей WorldSkills с Владимиром Путиным. Вот этот первый снимок с главой государства они сделали еще в 2016. А это уже традиционный снимок этого года. Дуэт молодых изобретателей после WorldSkills в Казани начал готовиться к турниру в Шанхае. И рассчитывают в этот раз только на победу. Это паяльная станция. Сейчас я паяю провод для DC-мотора. Ну, для ребят, которые будут участвовать в оригинальном чемпионате. Как все большое начинается с малого, эта история началась с того, что почти 4 года назад ребятам, которые делали первые шаги в робототехнике, предложили поучаствовать в отборочных чемпионатах. Можно сказать, потехе ради. А вдруг? Вдруг сработало почти сразу. И понеслось. Золото национального чемпионата в Красногорске, второе место международного чемпионата в Шанхае. За три года копилка обросла медалями. Ребята верили в свою победу на главных соревнованиях. И тут... На третьем месте бронзовые медали! Оскар Арсланов, Эмиль Мифтахов, Россия! Рассчитывали на первое или второе место. А тут хоп, и ударило в третье. Ну, эмоции какие! Просто... Пипик, как бы стопор в душе. Просто стояли, молчали. Что-то там все говорили, улыбнитесь. Там мы такие, ну, типа, ну, что смеяться-то? Как бы хотели-то одно, получилось другое. Да. Еду в такси, и там таксист такой сидит, ну, видишь, что сборная России, что-то начался диалог про это, и такой резко. А это, говорит, вы печальные вышли, говорит, расстроенные на третье место. Я такой, ну, скорее всего, наверное. Он такой, ну, да-да, говорит, вы. Я, говорит, вас запомнил. Они действительно запомнили зрителям, как вышедшие на сцену с каменными лицами. Их спрашивали, почему? Ведь конкуренция невероятная, а вы не рады. Они просто отвечали, это еще не точка. Впереди Шанхай, это значит, снова работа, снова не до сна. Часов по 12, 14, иногда даже по 16 работали, что-то делали. Иногда даже ночью бывали случаи, когда нужно было отвезти, что-то проверить, протестировать. Ездили из одного помещения в другое. Так как, скажем, некоторые инструментальные базы, технические тоже, они могут находиться в разных зданиях. И получается, помимо того, что ты в одном месте еще не успеваешь это сделать, ты там часов в 12 уже вечера ночи едешь в другое здание. Сложно поверить, что эти двое познакомили всего-то 4 года назад. Напарника выбирали не сами. Досталось то, что сегодня вылилось бесконечные подколы друг друга. Около получаса мы не могли начать запись. Парни то и дело вспоминали конфузные истории своей дружбы и смеялись, 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 будто дети. Рука об руку, скажем, плечо к плечу. Звездочка всего нашего техниками сессии от Торстана, Эмили Эдуардовича Мефтахова. Иди отсюда, ты мне мешаешь работать. Ночью в Севастополе мы спим, отдельно спим, на разных кроватях. И первая ночь в Севастополе кровать каким-то непонятным образом подкатывается к кровати Эмиля. Эмиль поворачивается на бок, что-то слышит, что у него что-то храпит по духу, открывает глаза и мое лицо вот просто вот в 10 сантиметрах словно. Там такой крик стоял. Это вот вообще запоминающаяся, на самом деле, была история. Они поняли друг друга без слов, даже когда находились на противоположных сторонах сцены. Говорил президент России, а ребята кивали друг к другу с пониманием. Фото с президентом настоящий эксклюзив. На это пока никто из участников не решился. Владимир Владимирович придет. Я думаю, надо сфоткаться все-таки, когда еще такой шанс будет. Я только Оскару смотрю, он на меня смотрит. Президент пошел фотографироваться с нами. Это одна из первых моделей робота, который выступил на соревновании. Чтобы он не сломался от собственной тяжести, пришлось придумать конструкцию из поддерживающих опор. Но тщетно. Первый блин вышел комом. Снова кропотливая работа. Теперь он с легкостью объезжает препятствия, сортирует предметы и даже представляет их с места на место. Мы с тренерским составом ставили им задачу. Они ее решали. Если мы говорили, что лучше сделать немного по-другому, они нас тоже принимали во внимание, наше мнение и исправлялись. Мы специально распределили обязанности между ними таким образом, чтобы им было интересно заниматься этим делом. Эмиль, он больше как бы увлечен технической частью. У Оскара он больше в программирование ушел. Думает голова, руки работают. Казанский техникум информационных технологий и связи выпускает специалистов по робототехнике не так давно, но успешно. Единственный в Татарстане, в России один из немногих. Не зря учебное заведение вошло в топ лучших в стране по версии WorldSkills Russia. А ребята уже завалены различными предложениями о работе. В России этой компетенции как бы вообще ноль. По идее у нас ничего толком-то и нет по мобильной роботехнике. То есть Россия, Китай, Корея, Япония, они уже как бы давно этим занимаются. И мы, прыгнув на такой как бы все-таки мир и третье место здесь, это по идее очень многое стоит. Им есть что показать и в спорте. Оскар – обладатель наград по футболу. Эмиль увлекается теннисом. На тренировке атмосфера не менее волнительна, чем на соревнованиях. Тренеры, как группа поддержки, и на арене, и на поле. Правда, здесь это не важно. На этот раз борьба идет не за золото. Никаких соперников о воротах стоит твой друг. И даже если пропустит мяч, победу или поражение разделят пополам. WorldSkills – это спорт. А в спорте главным победителем. Для Ройсупа Андрея Ключников 7 дней. Грандиозная новость. Программа развития общественных пространств республики отмечена международной премией Агахана в области архитектуры. Вот так звучала эта новость на этой неделе. И нам необходимо, конечно, пояснить, в чем, собственно, ее грандиозность. Ну, во-первых, премия. Архитектурная премия Агахана была учреждена 42 года тому назад. В 1977 году. Для поиска и поощрения проектов, удовлетворяющих потребности местных сообществ. Значительную часть населения которых составляют представители мусульманских общин. За 42 года накопилось 116 проектов победителей. А получено было более 9 тысяч заявок. В этом году заявок было 380. Участвовало 39 стран. А в последний тур вышли 20 проектов. То есть конкуренция у нас была колоссальная. Во-вторых, премия носит имя Агахана IV, которого на этой неделе принимал Татастан. Это очень известный во всем мире духовный лидер. Имам времени, как его называют, общины исмаилитов-низаритов шиитского направления в исламе. Их в мире около 20 миллионов. Король без королевства. У принца Карима Агахана IV нет своего королевства. Но он приравнивается к монарху. В 1957 году королева Великобритании Елизавета II даровала ему титул его высочества. Агахан – миллиардер. Включен в Форбс в список самых богатых монархов мира. В основе его богатства – многочисленные пожертвования последователей религиозного течения исмаилитов. Родился в Женеве, получил образование в Швейцарии. И Гарварде имеет британское гражданство. Очень видная и влиятельная фигура в финансовых и религиозных кругах. Рыцарь-командор ордена Британской империи. Кавалер Большого креста ордена Почетного легиона Франции. Крупнейший меценат мира. В фонде Агахана работает 80 тысяч человек из 30 стран мира. Основная деятельность, благотворительность, а также проекты в самых разных отраслях. Энергетика, авиация, фармацевтика, гостиничный бизнес. Его высочеству принцу Агахану 82 года. И вот такого гостя встречал на этой неделе Татарстан. И в-третьих, программа развития общественных пространств Татарстана была запущена в 2015 году. На сегодня реализовано 328 проектов во всех районах и городах Татарстана. Это парки, скверы, площади, набережные, пешеходные улицы. И в первую очередь, это социальный проект, действительно меняющий окружающую среду и взаимоотношения людей. Именно поэтому этот проект был отмечен теперь уже и на мировом уровне. Премия Агахана, практически Оскар в архитектурных кругах, достался Татарстану совершенно по праву и абсолютно, что называется, по делу. Дело, которым заняты сегодня наши архитекторы-проектировщики будущего, не измеряется категориями роста. Оно измеряется категориями развития. Престижной международной премии отмечено не 300 с лишним новых общественных пространств республики, а те миллионы новых общественных связей, что они и породили. Архитектура – это среда, необходимая человеку. И как мы теперь смотрим на эту среду? Вот так сверху? О нет, уже совсем не так. Мы смотрим на нее глазами человека, живущего на земле. И необходимого теперь куда больше, чем раньше. Программа развития общественных пространств – это программа развития пространственного мышления общества. Длинный эволюционный путь от игр с собственным хвостом к познанию мира вокруг. Шесть победителей выбрало жюри, среди которых оказалась программа развития общественных пространств республики Татарцан, что нам, конечно, очень приятно. Члены жюри особенно отметили социальную значимость нашего проекта, то, что мы создаем пространство действительно в интересах людей, вместе с людьми, в постоянных консультациях с людьми. Вот здесь, например, вы видите, насколько все продумано, чтобы каждый человек мог найти для себя подходящее место, найти для себя сценарий. И вот мы сейчас с вами подходим к завершающему, почти завершенному соседскому центру. Это будет пространство, в котором можно будет организовать день рождения. Уже сейчас организуют жители кинопоказы по вечерам, хотя пространство еще, в общем, официально даже не открыто. Наталья Фишман и компания залезли сегодня туда, куда еще никто не залезал и не рискнул бы даже – в самую паутину локальных взаимоотношений сторон. В России подобное вообще случилось впервые, когда налаженные, наконец, связи между чиновниками привели под ручку государство к людям. Государство безо всякого самомнения. Государство в лице молодых архитекторов, способных на диалог. Все это, что мы видим – результат диалога. А значит, это действительно программа развития. И вот уже на аванс-сцену вместе с первым президентом Татарстана за наградой выходят молодые. Нет, сцены на них уже не хватит сегодня. Поэтому это символическая сборная. Я уже упоминал, что сегодня мы встречаемся в особом месте. Татарстан на протяжении веков был местом исключительной приверженности плюралистическим ценностям. Город Казань и окрестности издавна славились своим богатым сочетанием этносов и культур, впечатляя то, как здесь сохраняют и уважают архитектурное наследие. Поразительно, что соседний Болгар, который я посетил вчера, стал мусульманским религиозным центром еще в 922 году, то есть почти 11 столетий назад. На протяжении веков дух плюрализма в Татарстане переживал времена трудных испытаний и времена вдохновляющего обновления. Но, несмотря ни на что, приверженность эксклюзивности сохраняется. За пять лет проделан огромный работа. Построено больше 330 набережных, бульваров, площадей, парков, скверов. Завершается работа еще на 60 объектах. Создание комфортных общественных пространств – это прежде всего забота о людях. Она порождает любовь и уважение к родному краю. Да, слава Богу, то есть у нас сейчас все больше и больше мы все-таки возвращаемся в какой-то правильной, нормальной городской жизни. То есть появляются те функции, которые были утеряны где-то в 80-е, 90-е. И такие проекты, то есть они исполняют, получается, то, что мы забыли. То есть и без них, конечно, нет никак. То есть сейчас одна область, надеюсь, потом дальше еще будет развиваться социальная область для людей. Болгар не мог не впечатлить высокого гостя и днем позже на торжественном вручении архитектурной премии особая признательность принца была выражена и Ментимеру Шаймиеву. Специальная награда за признание заслуг вручается к постсоветнику, первому президенту Татарстана Ментимеру Шаймиеву за его выдающиеся достижения и приверженность делу защиты наследия Татарстана. Главное, как у нас говорят, двигаться дальше. Спасибо за все. Так что же все-таки дальше? А дальше еще более тонкая настойка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Давайте наслаждаться этим прекрасным временем года и дарить друг другу чаще тепло и улыбки. До свидания!